Здесь тараканы живут целыми отрядами в посуде, на стенах и в кроватях. Здесь сделали обработку горячим пар. Бесполезно. Хватает на две недели всё, потому что под нами магазины, под нами вот эти вот их склады, где всё тухнет. Насекомые лезут из всех щелей. Стены дома в трещинах, в том числе и на кухне. Тут уже после стяжки пошло дальше. А эта картина прямо под окном. Вот смотрите, насколько отходит плинтус от стены. Видите, насколько уехала стена? В комнате живут четыре человека. Ольга, её муж и двое детей. Переезжать им некуда. Вот та трещина, она идёт вот так вообще по всей стене. То есть у неё сегодня-завтра просто стена возьмёт и вот так вот рухнет. Соседка Ольги Нина Александровна. Она показывает комнату дочери. Весной здесь рухнул потолок. Пришлось, всё провалилось. Говорю, господи, второй раз делаем потолок и опять проваливаются. Вот там с крыши течёт. Знаменитый дом коммун на 90 лет назад считался эталоном советской архитектуры. Это уникальные фотографии многоэтажки того времени. Дом был задуман как жильё премиум-класса для заводчан. Спустя век он тонет в канализационных стоках. Я метр семь четыре, ну, примерно два. Вот, насколько, сколько здесь комаров. А это кухня. Здесь горела проводка. В доме протекает крыша. Её ни разу не ремонтировали капитально, говорят жильцы. Крыша вся течёт, вся гнилая. Дом в ужасающем состоянии. Фаине Павловне 58 лет. Полжизни прошло в этой комнате. Собственник помещения – муниципалитет. Скотные дворы на селе выглядят лучше, чем этот дом, говорят местные жители. В этом году в коридоре был 0 градусов. У меня плюс 7 копейки. Директор управкомпании Александр Клюшенков говорит, что дом поддерживают как могут. За четыре года отремонтировали подъезд, заменили проводку, систему пожарной безопасности и трубы отопления. При этом не все жильцы платят за коммунальные услуги. Если честно, у меня уже мысль просто уйти с ними на аварийку, провести собрание. За ними порядка 800 с лишним тысяч рублей. А в месяц они нам платят батариальных денег 7-8, 8,5 тысяч. Но это очень-очень мало. Всего в доме 89 комнат, 18 в собственности муниципалитета. Ситуацию с ремонтом дома осложняет его статус, говорят в мэрии. Это памятник архитектуры регионального значения. Краткосрочный план у нас трехгодичный. Последний краткосрочный план у нас был утвержден на 20-22 год. Собственники неоднократно, конечно, обращались. Но, тем не менее, основной из критериев это был как раз таки процент собираемости собственника. Но стоит отметить, что он сейчас повысился. В программу капремонта дом не вошел. Собственники должны регоператору больше 300 тысяч рублей. В конце года ковровские власти сформируют план краткосрочного ремонта домов города на ближайшую трехлетку. Возможно, в программу попадет и многоэтажка на Бельмана.